Всем добрый день, это КФУ Live, прямой эфир. Мы, как всегда, говорим о приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Меня зовут Роман Плинсков и сегодня у нас в гостях Институт психологии и образования. С вашего позволения представлю наших сегодняшних гостей. Нарина Сережина Путулян, ответственная за приемы Института психологии и образования. Нарина Сережина, вам добрый день. А также Алина Гусмановна Ахмедшина, преподаватель кафедры клинической психологии и психологии личности. Алина Гусмановна, вам тоже добрый день. Как говорится, повторение мать учения. Сегодня не удивляемся, если у нас будут дублироваться ответы с предыдущего нашего эфира, потому что ротация наших слушателей постоянная. Есть новые ребята, которые не слышали о том, о чем мы говорили. Поэтому где-то повторимся, а где-то скажем что-то новое. Давайте начнем со вступительного слова. Коротиночка об институте, о планах и так далее. Добрый день, уважаемые абитуренты, те, кто нас сегодня слушает, родители. Кратко об институте психологии и образования. Наш институт психологии и образования организовался на базе Казанского федерального университета в 2010 году. Ведем образовательную программу по двум направлениям. Это педагогика и психология. Что касается в целом об институции, я могу сказать, что у нас 5 направлений подготовки бакалавриата, одно направление подготовки специалитета, 19 программ подготовки магистров, 2 программы подготовки аспирантов. Всего в институте насчитывается 9 кафедр, 130 преподавателей и сотрудников университета и порядка 3,5 тысячи учащихся. Ну, кратко об институте и что касается приемной кампании. Приемная кампания начинает свою работу 20 июня на Кремлевской, 35, будет базироваться институт психологии и образования, куда могут приходить абитуренты и подавать свои документы для поступления в институт психологии и образования. Также необходимо заполнить на сайте Казанского федерального университета в разделе абитуренту и школьнику, зарегистрироваться во вкладочке «Буду студентом» и, соответственно, свой, так скажем, личный кабинет открыть, куда также можно онлайн подавать свои документы. Ну, перечень документов на сайте есть, это, как обычно, паспорт, СНИЛС, ИННН и, соответственно, аттестат или диплом о высшем образовании, если это магистры. Что касается баллов ЕГЭ, баллы ЕГЭ, они будут выгружаться централизованно из физприемной кампании. Ну, вот кратко о том, как можно подать документы и поступать к нам в институт. Что касается направлений, могу сказать, что у нас направление подготовки бакалавриата – это педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специально-дефектологическое образование, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, и психология, и направление подготовки специалитета – это клиническая психология. Перейдем к вопросам. Прежде напомню, уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы также к нам в плеер, в нашей прямой трансляции Казанского федерального университета. Какие условия для поступления на педагогику? Вот такой вопрос интересует наших абитуриентов, которые до эфира нам отправляли вопросы. Ну, условия, я так понимаю, это какие экзамены необходимо сдавать. Это на направлении педагогики необходимо сдавать общество знания. Этот предмет является для нас профилирующим. Русский язык – это как обязательный предмет на всех направлениях подготовки. И третий предмет – это предмет по выбору. Это либо математика профильная, либо биология, либо иностранный язык. Идем дальше. Есть ли у вас программа повышения квалификации для педагогов? Повышение квалификации есть. На базе нашего института действует ПМЦ, то есть повышение квалификации проходит у них. Они находятся на Оренбургском тракце. Повышение квалификации имеется. Но приемная компания не занимается вопросами повышения квалификации. Это отдельное структурное подразделение. Кафедра клинической психологии и психологии личности. Расскажите про это направление поподробнее, как проходит процесс учебы у студентов. Алина Гусманна, это к вам больше. Да, здесь уже скажу я про кафедру клинической психологии и психологии личности. В рамках работы нашей кафедры реализуется направление 370501. Это клиническая психология. Это, как Нарин Сержин рассказал, это специалитет. По итогу выпуска у нас студенты получают специальность, клинический психолог. Срок обучения по этому направлению 5 лет 6 месяцев составляет. Сам процесс обучения довольно насыщенный. Хочется сказать, насыщен он как дисциплинами такого теоретического фланда, так и, естественно, конечно, практическое насыщение программы есть, практики отдельно прохождения. То есть наша кафедра обладает широкой базой практик, мест практик. Это в основном много вопросов поступает относительно мест, где проходит практика обычно. Разного профиля учреждения. Это могут быть и реабилитационные центры различные, то есть и для детей, и для взрослых. Это могут быть школы также. То есть это не исключаем, несмотря на клиническую психологию, специалист данного профиля может работать абсолютно везде, там, где требуется психолог и клинический психолог тоже. И также учреждения у нас тоже интересуют моменты. В психиатрической больнице тоже могут проходить студенты. По желанию это уже студенты старших курсов. То есть, соответственно, с курса третьего, четвертого, там уже мы направляем студентов, и они проходят успешно практику, получают навыки необходимые для работы, для дальнейшей. Ну и также вообще в целом научная жизнь тоже такая активная у наших ребят. Вот активно готовимся к студенческой итоговой конференции, то есть они принимают участие и в научной деятельности института, кафедры. Поэтому обучение вообще в целом такое интересное, насыщенное, я бы хотела сказать. Давайте все-таки побольше поговорим об учебном процессе. Затронем не только вашу кафедру, но и остальные, если есть такая возможность. В целом учебный процесс в большей все-таки степени подразумевает в себя теорию. Эта теория с каждым годом как-нибудь модернизируется, преподаватели меняют свой подход к студентам, чтобы давать им ту или иную информацию. Потому что мы не исключаем того фактора, что есть преподаватели такой старой закалки, которые привыкли к правильным терминам, но нынешнее поколение студентов его просто не понимает. И из-за этого, возможно, теряется и интерес к той профессии, которую выбрал. Нет, вы знаете, на данный вопрос я отвечу таким образом, что, во-первых, у нас очень, так скажем, преподаватели идут в ногу со временем. И сейчас, исходя из того, что водворяет цифровизация, у нас, соответственно, есть такие дисциплины, которые в цифре, то есть они записываются. На базе нашего института есть две студии записи, где как и преподаватели, так и студенты могут записывать свои занятия, свои лекции. У нас это все есть в СОРах, и студенты, они очень активно используют данный метод контактирования с преподавателем. И вообще очень особенно, вот я преподаю у заочников, педагогику, да, и поскольку заочники, они все равно ограничены во время, да, и у них больше самостоятельной работы, вот данная программа дает возможность учащимся заочной формы обучения принимать эту информацию самостоятельно. То есть они открывают СОР, они читают лекции, они готовятся к практическим занятиям, и также в СОРах мы практические занятия тоже используем. И это очень удобно как для преподавателя, так и для студентов, и действительно это все дает возможность коммуницировать на современном уровне с современной молодежью. И преподаватели у нас, несмотря, как вы сказали, на возраст, там старая закалка, не старая закалка, они очень с большим интересом, с большой любовью используют данную технику. То есть не боятся технического прогресса. Не боятся технического прогресса, я больше скажу, они даже с большим интересом, наверное, чем студенты этим занимаются. Именно преподаватели старой закалки. В моей практике бывало такое, что студенты 18-19 лет не знают, как обычный компьютер включить. Когда преподаватель старой закалки наоборот. Давай, рассказывай мне об этом. К сожалению, такое тоже встречается. А вот скажите, такой вопрос еще интересен относительно преподавателей, работая со студентами. Бывают же такие моменты, когда студент, у него 100% посещение на парах, но выхлопа, к сожалению, он никакого для себя не подчеркивает. То есть уходим ли мы от такой, как это правильно выразится, от такой линии, что у нас прям обязательно должно быть 100% посещение, либо же, вот как вы говорите, есть технологический прогресс, если студент, например, отсутствовал по причине болезни, ну, по уважительной причине, мог смотреть лекцию саму и быть в курсе того, что происходило. Ну, начнем с того, что сейчас нет такого 100% посещения. Это не обязывает. Это у нас в уставе университета прописано, и для студентов в том числе, и многие студенты это знают. Но они обязательно, придя на зачет или на экзамен, должны показать свои навыки, свои компетенции, чему они научились. И, естественно, если он отвечает на все вопросы преподавателя, в том числе и на дополнительные вопросы, здесь он получает оценку или зачет, это не возбраняется. А если он действительно болел, и часто у нас очень многие студенты, когда болеют, они даже пишут заявление и просят в дистанционной форме подключать их к ДИМСу, чтобы они не отсутствовали на занятиях, а были как бы вовлечены в учебный процесс, они дистанционно находятся на занятии, и это тоже у нас используется. Действительно, я только хотела сказать, очень хорошее такое, когда человек не хочет пропускать студент. Мы его подключаем, и непосредственно... Вот сегодня только у меня такая практика была, то, что мы работали так в гибридном формате, можно сказать. И очно были ребята, и были в дистанции. В дистанции, в теме. Поскольку у нас нет дистанционного образования в университете, но с использованием дистанционных технологий мы можем проводить свои занятия. Замечательно, это только радует. Вспоминается еще одно из речений, которое было у нас в сети интернет по поводу как раз-таки обучения в вузах, то, что отвечая на зачете на один лишь вопрос, это не значит, что ты про него забудешь. Тебе, как специалисту, на эти вопросы надо будет отвечать каждый день, когда ты выходишь на работу. Надеюсь, у вас студенты как раз-таки с таким подходом и работают. Продолжим по вопросам. Если у вас заочная форма обучения, как сказали, уже есть, давайте о ней поговорим. Да, у нас есть заочная форма обучения. Конечно, не все программы у нас предусматривают заочную форму обучения. В частности, что касается направления подготовки психологии, клинической психологии, они в соответствии с стандартами заочную форму не предусматривают. Но у нас есть у психологов очно-заочная форма обучения, то есть вечерняя форма обучения. Что касается заочной формы обучения, это у нас такие направления, как начальное образование, у нас имеет заочную форму подготовки, у нас детская практическая психология, это психолого-педагогическое направление, имеет заочную форму подготовки. Психология-педагогика дошкольного образования имеет тоже заочную форму подготовки, психология-педагогика организации работы с молодежью, заочная форма тоже имеется, логопедия у нас имеет заочную форму подготовки, это специально-дефектологическое образование, и специально-дефектологическое образование, специальная психология также имеет заочную форму подготовки. Перейдем к магистратуре. Вопрос звучит следующим образом. Хочу поступить к вам на магистратуру, но обучалась в другом ВУЗе. Какие вступительные экзамены нужно будет мне сдавать? Ну, в другом ВУЗе это не возбраняется поступать в магистратуру. Главное для магистров, чтобы было высшее образование. Другой вопрос, какую магистрскую программу выбирает человек. Но у нас на все магистрские программы, как психологии, так и педагогики, собеседование по профилю программы. То есть для этого необходимо открыть саму программу, которую выбирает абитуриент, изучить программу. Там есть примерные вопросы и есть список литературы, с которым надо ознакомиться и подготовиться для собеседования. Теперь давайте подробнее о самих программах. Что предлагает Институт психологии и образования в этом году? Какие программы магистрские? У нас направление психологии это психология состояния человека, это очная форма обучения. Психотерапия личности и психокоррекция тоже очная форма обучения. Психология семьи и семейное консультирование это очно-заочная форма обучения. Консультативная психология это очно-заочная форма обучения. Что касается педагогического образования, это педагогика и психология высшего образования, это очная форма обучения. управление воспитательными системами – это очная форма обучения, педагогика и психология начального образования – очная форма обучения, педагогика и психология дошкольного образования – очная форма обучения, профилактика, коррекция социальных отклонений, превентология – очная форма обучения, управление начальным образованием – заочная форма обучения, управление дошкольным образованием – заочная форма обучения, дополнительное образование и предпринимательство – заочная форма обучения, и доказательное управление образованием и лидерством – это заочная форма обучения. Что касается психолого-педагогического образования, там магистрские программы следующие. Психология инновационного образования и развития детской одаренности – очная форма обучения, психологическая безопасность в образовании – очная форма обучения, практическая психология в образовании – заочная форма обучения, психология и социальная педагогика за очная форма обучения. Что касается специально-дефектологического образования, там две программы магистрские. Это нейропсихологическое сопровождение в образовании, очная форма обучения и адаптивное управление коррекционным процессом в образовании, тоже очная форма обучения. Звучит достаточно интересно, как программы бакалавра, так и магистратуры, и хочется теперь понять, как они реализуются в реальной жизни. То есть, практика. Ну, у нас, что касается практик, как уже сказала Аня Гусманна, у нас довольно большая площадка практик. Если мы берем психологическую составляющую, то есть направление психологии, у нас есть такие учреждения, с которыми Казанский федеральный университет имеет бессрочные договора. То есть, наши студенты, как бакалавры, так и специалитет, так и магистратура, направляются в данное учреждение. Есть такие студенты, которые сами выбирают базу своих практик. Соответственно, заключается договор с данной базой их практика, и студенты идут туда, на практику. Что касается педагогического образования, относительно психологии, еще хочу сказать, в Казанском федеральном университете открылась клиника психологической помощи для студентов и сотрудников университета. Мы предполагаем в будущем использовать данную клинику тоже как базу практик. И таким же образом у нас есть наши лицеи, это лицей Лобачевского, IT-лицей, соответственно, где наши студенты, особенно магистры, проходят базу практик в данных школах. У нас есть детский сад, который тоже на базе нашего Казанского университета и является базой практик для наших студентов, в частности, для специально-психологического образования, потому что детский сад для определенной категории детей, то есть с аутистами он работает в основном. Поэтому, в принципе, база практик у нас имеется, и у нас студенты, как бакалавры, так и магистры, они с первого года обучения уже проходят практику в достаточно большом объеме. Давайте еще углубимся, мне само интересно, а что они делают на этой практике? В зависимости от... От направления подготовки, да? Да, в зависимости от типа практики еще. Типа практики, да. На самом деле учебных планов по каждому направлению, о котором, наверное, Слежин сказал у нас, он имеет разные типы практик, это учебная практика, это производственная практика. Технологическая практика. Да, технологическая, может быть, да, и педагогическая у нас, вот и у специалистов тоже есть такая практика. И в зависимости от вида практики, у них есть, ну, по рабочему плану практик, они идут, то есть, соответствующая компетенция задания, руководитель практики им дает задание, и они с этим индивидуальным заданием выполняют, собственно, тот перечень, что включает в себя практикой, что необходимо делать им. Это может быть совершенно разным. Вот примеров просто хочется, вот чувствуя себя сейчас абитуриентом, вот, который вот хочет узнать, вот что на практике вот я буду делать еще. Ну, смотрите, вот из последнего, да, вот есть такая практика, вот научно-исследовательская. Научно-исследовательская тоже предполагает, например, возможный выход, особенно если это практика на старших курсах, они готовят такой материал, эмпирическую часть исследования своего, вот. Мы можем их направлять и давать им задания на, например, проработку методик на определенных категориях, да, там, ну, выборку, так скажем, составляют они, вот. Вот, проводят исследования, пишут и результаты какую-то часть, например, теоретическую или эмпирическую, вот эту вот практическую, по-другому. Педагогическая практика, вот совсем недавно была в лице Лобачевского тоже, мы клинических психологов отправляли. Эта педагогическая практика, она предусматривала, прежде всего, получение вот навыков работы в школе с детьми, как педагога-психолога, проведение занятий просветительских, вот, то есть им соответствующее задание было дано разработать план просветительской работы в качестве, и они вот выступали перед ребятами, тренинги проводили, то есть вот в таком вот формате проходит это все. А отзывы собираются? Да, обратно связи, конечно, обратно связи. И что пишут, если не секрет? Вы ведь уже студенты пишут обычно, или как? Нет, я имею в виду, вот, от потребителя, да, от школьников. А, интересный, да, вопрос на самом деле. Ну, школьникам в зависимости тоже от возраста, нравится. В основном вот с подростками у нас работали ребята, я тоже обычно так сопровождаю вот эту часть практик, ну и студенты говорят там, я говорю, вы взаимодействуете с ребятами? Как? Они говорят, очень нравится, да. Но по-разному бывает, не всегда, конечно, так вот, что это прям подходит всем, но в целом отзывы хорошие, то есть они требуют, есть запрос, чтобы ребята приходили чаще, например, говорят там про лицея Лобачевского, то есть они прям там нам рады, как и педагогам нашим, вот, так и психологам, все такое вот у нас, такое содействие, взаимодействие идет и с лицеем тоже. Вот, очень понравилось и студентам нашим тоже, вот, быть, как раз мы в декабре были с ними на этой практике. Эта практика получается на протяжении семестра идет, да? Она несколько раз, тоже по-разному, вот, в зависимости, то есть практики, часы. В зависимости от учебного плана, как построен учебный план, может быть, концентрированная это в течение семестра, может быть, там, практика, которая... Она рассредоточенная, может быть, вот она в семестре, а концентрированная она четко, например, неделю-две, например, может идти. Проще говоря, летняя практика, как ранее ее называли. Летняя практика, которая в лагере, это на месяц. Летний у нас такой, как таковой у психологов, летний... У психологов нет, это только у педагогов. Нет, у нас тоже в нашем институте сейчас меняется, у нас рассредоточенная практика появилась, но такой термин, как летняя практика, он до сих пор остался. Да, у нас это уже как-то не применяется в летнюю практику. У нас на летнюю практику это лагерная практика, где наши студенты педагогического направления работают в качестве вожатых. Она у нас есть, эта практика длится в месяц. Это либо при школьных лагерях они работают, либо очень часто мы получаем заявку с Министерства образования, когда идет запрос о том, чтобы отправить наших студентов в Артек. И у нас студенты ездят. А со студотрядами, насколько я знаю, у меня много знакомых, которые работают как раз таки в студенческих трудовых отрядах, которые работают и на РЖД получается, и на строительных объектах, и вот как раз таки лагеря детские. То есть от вашего института там достаточно много ребят. То есть это будет считаться тоже как за практику, если он от студотряда поедет? Да, да. Если он поедет от студотряда и те компетенции, которые прописаны в практике, в задании, соответствуют, то да. Хорошо. Вот так мы плавненько перешли уже к внеурочной части деятельности студента. Какие возможности предоставляет институт помимо учебного процесса? Вот проговорили про студотряды. Что есть еще? Да, да, да. У нас очень насыщенная студенческая жизнь в институте. У нас, во-первых, ну скажем, что у нас студсовет существует, у нас студенческое самоуправление в принципе в университете, да, как мы все знаем. Соответственно, у нас есть культмассовый сектор, у нас есть спортивный сектор, у нас социальный сектор, у нас есть студенческая организация и профилактическая направленность БС, да, это адаптивная школа, научные кружки, студенческое объединение, студенческий театр Триумф, который тоже, кстати, является одной из базой практик для студентов начального образования и дошкольного образования. У нас в институте есть свой танцевальный клуб, я бы его так назвала, это у нас, он называется Ювел Дэнс, да, которые заняли в Москве призовое место. Вот, там конкурс был, в принципе, у нас очень интересная, очень насыщенная студенческая жизнь, ну, впрочем, наверное, как и в других институтах нашего университета. В целом у нас, так скажем, департамент по молодежной политике ведет очень большую активную работу и все студенты вовлечены в эту работу. Говоря о департаменте как раз-таки работы со студентами, вернемся ближе к учебе, научные конференции, кружки, как-нибудь представлены у вас, об этом тоже поподробнее, где студенты себя могут реализовывать в научном плане? Ну, в научном плане у нас достаточно много тоже разных научных конференций. Вот недавно у нас прошла научная конференция по психологии, это зимняя школа психологии. Сейчас мы готовим научную конференцию ИФТ, это международного формата конференция, где также принимают активное участие наши студенты и сотрудники нашего института. И, в принципе, у нас очень много таких научных конференций проходит, но я, как, так скажем, ответственная за приемную кампанию, может быть, в этой области недостаточно хорошо, так скажем, могу что-то сказать, чтобы не вводить в заблуждение. Тут, конечно, бы желательно спросить у нашего начальника отдела по научной деятельности, поэтому, если будут такие вопросы, это в частном порядке, лучше подойти непосредственно в институт, если кого-то интересует конкретная область научной деятельности. Ну, я думаю, за весь сезон, который мы будем с вами работать до приемной кампании, у нас даже будет такой эфир специальный по научной деятельности. Ну, тогда, если вы нас заранее об этом повестите, мы тогда пригласим непосредственно тех руководителей, которые занимаются, в частности, научной деятельностью, потому что все равно фронт работы распределен у нас достаточно конкретно, и не хочется вводить людей в заблуждение, чтобы не получалось недопонимание. Пока что скажем проще. Есть. Есть, да. Если кого-то интересуют какие-то подробности, в частном порядке, пожалуйста, можно обращаться в институт. Да, ну или пишите свои вопросы, их мы обязательно специалистам зададим, и, кто знает, поступите, и будете уже с первого курса писать докторскую диссертацию. Ну, все может быть. Как, например, у нас в институте, в химическом институте был такой случай, когда Михаил Игофаров сейчас уже преподаватель, он на третьем курсе уже написал кандидатскую. Кто его знает, может быть, еще такие уникумы у нас будут? Конечно, дай бог. Последний вопрос. Где я могу найти всю информацию для абитуриентов? Вся информация для абитуриентов находится на сайте Казанского федерального университета в разделе «Абитуриенту и школьнику». Если туда кликать, то вся развернутая программа, и все-все-все там есть, вся информация есть. То есть смело заходим на сайт? Да, да, да. Там потеряться очень сложно, все быстро находится? Можно, поэтому, когда ко мне обращаются на день открытых дверей, когда к нам приходят абитуриенты, мы пошагово показываем это на экране и рассказываем, куда надо заходить, куда надо кликать, что надо делать, какую информацию для себя прочитать. Замечательно. Что ж, большое спасибо, все вопросы у нас подошли к концу, все мы сегодня с вами успели разобрать. Пару слов абитуриентам как раз-таки перед большими выходными. Уважаемые абитуриенты, будем рады вас видеть на площадке нашего института. 12 марта у нас будет проходить день открытых дверей по адресу Мартына Межлаука, дом 1, институт психологии и образования. Добро пожаловать на все вопросы, ответим, все расскажем. Милости просим в институт психологии и образования, будем вас рады видеть. Халина Гусмановна. Да, ну хочется пожелать подытожить и пожелать удачи, сил, все сдать и, конечно, встретиться в стенах нашего института. Большое спасибо, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Еще раз благодарю, что пришли. Спасибо вам. Надеюсь, еще увидимся. Увидимся, спасибо большое. А с вами абитуриенты, мы обязательно с вами увидимся уже в следующем эфире, так что следите за новостями группы Казанского федерального университета, подключайтесь и пишите свои вопросы. На этом все, это был КФУ Лайф для Института психологии и образования. Счастливо! КФУ Лайф для Института психологии и образования. 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 Продолжение следует...